привет друзья давно ничего не было триповины вот появилась сразу две новые модели одна гибридная ромбус 2 динамическая сенцебель или сенсибель вот честное слово не знаю как правильно произносить название куда правильно ставить ударение но не суть а первым мы поговорим сегодня подробно а второй только лишь вскользь потому что под этим именем скрывается уже хорошо знакомая на модели которая рассказывал вам совсем совсем недавно гибридная модель стоит 79 долларов динамическая 49 а продаются они обе на сайте компании ленцов и в их магазине на алиэкспресс в ромбус за звук отвечает один 10 миллиметровый динамический излучатель с лсп диафрагмой и балансная арматура на улс 33 518 чувствительность у них 105 децибел импеданс 24 ома вторые оборудованы одним динамическим драйвером с углеродной диафрагмой диаметр который равен 9,8 миллиметров чувствительность у них 107 децибел сопротивление 30 ом про комплекты этих наушников не сказать вам друзья совершенно нечего потому что они совершенно спартанские и содержат только дешевые амбушюры дешевые чехлы и одинаковые дешевые черные кабели которые я конечно посоветую заменить на что-нибудь более солидное ромбус изготовлены полностью из металла их эксплит и в соответствии с названием конечно оформлены рубленными ромбовидными полигонами чем лично мне отдаленно напоминают наушники и кого h1 или и кого из действий кстати насчет посадки и комфорта можете не беспокоиться ребята потому что сидят они очень и очень удобно и своими острыми гранями вопреки опасениям лучше совершенно не впивается потому что на рабочая или внутренняя поверхность у них напротив очень гладкая но и обратите внимание на их красивый серо-фиолетовый окрас который мне кажется делает их внешний вид еще более необычным и более благородным вторые сенсебель изготовлены полностью из пластика имеют точно такие же габариты форму как и наушники айбип киус то носи фэсплей ты тех отличались очень красочным и ярким оформлением то фэсплей ты этих украшены каким-то серебристым и блестящим орнаментом а в остальном повторюсь это тоже самое однако давайте пока отложим их ненадолго в сторону и первым делом поговорим о звуке старшей модели ромбус а по звуку ромбус представляет из себя достаточно фановую и теплую вышку которая лично меня в чем-то вызывает умиление даже даже не поддельный позитив я естественно имею ввиду сейчас музыкальные жанры а в чем-то конечно напротив совсем совсем слегка напрягает а чем именно напрягает хорошо видно на их графике но до этого мы с вами еще дойдем а пока расскажу вам чем же они меня умиляет ну во первых умиляет своими теплыми натуральными тембрами которые в большей степени сосредоточены в низких частотах и в первой половине средних частот во вторых умиляет пусть и не очень большой даже наверное под зажатой но зато достаточно слоистой сцены и неплохой передачей стереоэффекта то есть эти наушники очень даже трехмерные умиляет своими не самыми быстрыми но зато глубокими тембрально разнообразными низкими частотами которые вдобавок обладают хорошей массой и телом и вообще ребята считаю что их структурные басы есть их самое главное изюминка или вишенка на торте также они умиляет своими теплыми и плавными до подъема на двух килогерцах средними частотами с разделением между инструментами и умиляет своими очень неплохими и достаточно подробными верхними частотами что же касается жанров то я считаю что в них круто звучит то музыка в которой много акустического баса в которой много всевозможных бочек и ударных инструментов звук которых обладает хорошую упругой текстуры и еще уходит на хорошую глубину в них очень хорошо звучит то музыка где есть женский вокал который они передают очень энергично и подробно и ожидаемо выносит его ближе к зрителю то есть ближе к нам и в них достаточно чистая раздельно звучат хорошо записанные перкуссии всевозможные струнные акустика которая передается ими очень полноценно затуханиями и шлейфами то что наверное нужно сказать спасибо качественному арматурному излучателю они очень них звучит мужской вокал которому немного не хватает объема и веса и некоторая агрессивная музыка которой много электрогитар скрима или же очень высоких визжащих женских голосов причем насчет последнего поясню что звучит они как-то там слишком резко или грязно просто просто громче всего остального что в принципе тоже конечно может некоторых случаях быстро утомлять но тут нужно конечно ребята проверять и тестировать все самим потому что например я без особой усталости даже с большим удовольствием переслушал в них несколько альбомов септик флэш в итоге считаю что лучше всего им удается передавать электронную музыку особенно какие-то старые вещи джаз это на рок начиная от классики заканчивая прогом и хорошо записанный средне темповый дес метал но повторюсь на мой взгляд более спокойная музыка с обилием басовых инструментов и с чистыми перкуссиями дается им лучше всего и вызывает очень хорошие эмоции при прослушивании или как я и говорил умиляет а про сенсибель просто скажу что они не только один в один повторяет дизайн наушников айбеке 100 но имеет еще стопроцентную схожесть с ними и по звуку то есть это ребята абсолютно одна и та же модель просто выпущены под разными именами поэтому я просто напомню вам о том что это достаточно детальные яркие агрессивные наушники которые на фоне ромбус ушли сегодня на второй план и для меня уже не так интересны как первое но если вас все-таки интересуют какие-то их конкретные нюансы то милости просим смотреть подробные обзоры и 5100 а что касается сравнений то альтернативой ромбус если выбирать среди гибридных моделей примерно в этом же ценовом диапазоне могут послужить например бакью easy topaz который отличается более нейтральным басом большим количеством низких средних частот менее акцентированными верхними средними чуть более простыми верхними частотами но главных преимуществах перед ромбус заключается конечно все таки более массивные менее просажены нижней середине благодаря чему например уже мужские голоса ринг-гитары а также некоторые низкие духовые инструменты звучат них более объемно более естественно и конечно более открыто ромбус отвечает им более слоистыми текстурным басами более серьезными подробными верхними частотами ну а их более громкие верхние и средние частоты конечно работают уже против ромбус олицетворяя наверное их самое слабое место однако напомню что при любом раскладе они не ощущаются прям слишком резкими и колючими например sensei были в этом плане гораздо агрессивнее в итоге ромбус могу порекомендовать тем людям которые ценят приятный структурный бас и хорошие верхние частоты конечно любят вот такую вот фановую подачу лично я для себя ребята нашел жанров которых ромбус мне не просто понравились а очень понравились авторы смело могу рекомендовать посоветовать тем кто любит светлый быстрый агрессивный саунд и не брезгует яркой подачей это было друзья только мое субъективное мнение об этой паре наушников всю полезную информацию найдете как обычно под этим роликом вам большое спасибо за внимание пока